боевая ничья можно так сказать первом тайме мы начали не так удачно и арсенал достаточно активно играл прессинговал и заработал пенальти соответственно вот но мы вы стоили отлично сыграл егор вот и парировал удар этот далее мы выровняли игру в принципе и уже играли на равных сожалению у нас второй же эпизод такой где мы не запеваем с выходом один в один вот вроде как разобрали первый эпизод у нас был матч с акроном вот сейчас такой же где выход один в один и поэтому пропускаем как я сказал что может вроде как мы все разобрали но к сожалению оказывается еще недостаточно поговорили на эту тему пропустили гол обидно что в концовке пропустили вот но равная игра я думаю с равными соперниками можно так сказать горе часа так ну какой то конечно есть но я все равно хочу поблагодарить ребят за этот матч они отдались полностью вот ошибки они всегда будут и конечно нам нужно их исправлять двигаться дальше вот огромное спасибо болельщикам нашим фанатам за этот праздник который сегодня был спасибо давайте перейдем к вопросам большая просьба пользоваться микрофоном и ну команда на протяжении всего чемпионата играет достаточно хороший футбол да они прессингуют и исполнение есть перед штрафной площади в штрафной поэтому команда достаточно была мне знакома по сути да потому что наблюдал за ней и мы готовились к матчу вот так что ну что можно сказать когда выигрываешь 1-0 и вроде как все рядом ну конечно в этом плане немного обидно но в целом мы достаточно неплохо подготовились к игре и поэтому таких каких-то сюрпризов арсенал не преподнес ну знаете футболе всегда есть подтекст любой я не беру ни одному тренеру не игроку что выходя на игру где ты раньше работал у тебя нет подтекста конечно хочется выиграть и мне так же хотелось и нашим ребятам кто играл там тому же манял уракли вот он отдавался игре я его заменил в первую очередь не из-за ошибок его которые там были небольшие но он их исправлял и может быть первые минуты немного волновался но связи с желтой карточкой потому что у нас уже есть у меня уже опыт где матч с енисеем мы получили одну карточку потом вторую и было удаление поэтому здесь замена в первую очередь было поэтому хочу я хочу хотел сейчас поддержать что все нормально мы работаем дальше потому что понятно неприятно игроку уходить в первом тайме но только хорошие положительные так что по тексту меня такое хорошее время было и хорошее воспоминание пожалуй олег гергорьевич добрый вечер не так много времени осталось до финиша сезона какие вы видите резервы усиления игры команды потому что потенциал я вижу есть я просто болельщик торпеда уже почти 40 лет поэтому вижу что под вашим руководством команда команда заиграла команда команде появился задор команде появился как бы энтузиазм что вы видите что можно усилить вот с вашей профессиональной выручу все-таки опыт недостаточно тренера то сказали что лифтуле работали спартаке вот что вы видите что усилить команде для того команда достойно завершил этот сезон спасибо спасибо вам за теплые слова я всегда говорю игрокам что только работа работа над собой работа командными действиями это самое главное вот поэтому и сейчас то же самое сказал в раздевалке том что да неприятно вот обидно также хотелось бы немного отклонюсь до поддержать того же москвичова который центр поля вышел и вратарь его переиграл поэтому отразил этот выход один в один он очень здорово играл всю игру отдавался полностью поэтому здесь к нему никаких претензий не может быть поэтому хотел бы сказать вот такие хорошие слова в адрес его он очень такой парень положительный очень здорово работает над собой и вот в эту тему как я сказал да самое главное работать над собой и верить то что у нас получится сделать очень серьезный коллектив первую очередь но и соответственно далее будет команда единомышленников будет ребят друг друга верить каждый в себя друг друга и а дальше мы тренеры постараемся все дать для того чтобы они прогрессировали и выводили торпеды на тот уровень который он заслуживает получил небольшую травму в конце первого тайма вот и мы просто решили не усугублять то есть он мог возможно еще поиграть минут 15 не более того чем вызвано такое большое доверие к повозу которые вот болельщики просили как раз об этом спросить один из слабейших в команде не знаю я не могу так сказать во я никогда не хочу кого-то говорить кто у нас какой игрок вся команда работает на результат на то чтобы игра была лучше с каждым с каждым разом на где-то получается где-то нет соответственно игроки такие же где-то получается где-то нет все-таки у димы большой опыт и у него есть исполнительское мастерство есть еще желание прогрессировать мы с ним разговаривали работаем каждый день каждый игрок хочет играть получать время игра вот я самодаю это время эту игру он достаточно хорошо правил мог отличиться активно играл и в атаке и в обороне так что я буду его защищать почему защита не перестроилась когда вышла коронку который забил гол было видно что он переигрывает наших защитников и иванкова никто не только страховал мы разберем этот эпизод изначально там были допущены ряд ошибок вот поэтому это уже мы на теоретическом занятии на практическом все отработаем надеюсь что таких ошибок не будет а